Виктор Владимирович, прежде у нас выходило видео о том, что усталость после первого приема пищи является одним из ярчайших признаков того, что в организме развиваются новообразования и даже, возможно, онкологические процессы. Я бы не сказал бы так радикально, что это является основным признаком, но это является такой отдаленной, но тем не менее предтечей, которую мы можем судить. То есть не просто усталость по утрам, а усталость вот такая специфическая после первого приема пищи именно по утрам, потому что не все, оказывается, утром принимают пищу. И вот такое снижение энергии, человеку хочется полежать, человеку хочется отдохнуть, у него немножко такой процесс торможения, близкие, родные замечают. Вроде бы встал утром бодрячком, как только он покушал, у него немножко сонливость, немножко медленные мысли, немножко медленные реакции появляются. Вот как бы вы прокомментировали, что вообще происходит в организме, с какими процессами это связано и насколько вот на эту ситуацию нужно быстро, остро реагировать и что, в общем-то, менять? Ну на эту ситуацию надо реагировать быстро и остро, извините, что я вам цитирую вас же. Почему? По одной простой причине, потому что именно такое состояние указывает, во-первых, на тенденцию опускания желудка. Естественно, в связи с этим у нас формируется растягивание пищевода. Естественно, в этом случае при таком состоянии пищевода у нас формируется тенденция к формированию грыж пищевода. При этом у нас происходит депрессия со стороны щитовидной железы и пара щитовидных желез. Если мы поднимаемся выше, у нас происходит депрессия со стороны наших, будем говорить, челюстных углов, челюстных, так называемых, запоров. Если мы смотрим дальше, то мы с вами натыкаемся на основание черепа и говорим о том, что у нас формируется тенденция нарушения мозгового кообращения именно в системе основания мозга. Поэтому все вот эти пресловутые моменты, связанные с потом вдруг неизвестно откуда, выявившимися кальцинатами в области сонных артерий слева и справа, извистостью слева и справа, формированием синдрома позвоночной артерии, которые лечатся, я хочу вам сказать, очень трудно, очень трудно лечатся, зачастую безуспешно, если мы не вовлекаем стабилизацию печени и желчного пузыря. Вот у нас триггерная зона, это состоятельность печени и состоятельность желчного пузыря. А в этом смысле, конечно, это у нас сразу две мощнейшие ферментные, пигментные ипостаси. Это у нас состоятельность нашей кожи в лице, меланина, и состоятельность наших ритмов мозговых, циркадных, ваша любимая тема, как профессора неврологии со стороны мелатонина. Вот они собрались, кучу вот этих все моментов, и, конечно, соответственно, в связи с этим у нас происходит деление, гипоталамус натягивает одеяло на себя, гипофиз начинает тянуть одеяло на себя, эпифиз начинает тянуть одеяло на себя. Отсюда ранние климаксы, отсюда ранние миомы, отсюда, так сказать, ранний папилломовирус человека, отсюда опускание внутренних органов, отсюда у нас снижение высоты межпозвонковых дисков, изменение осанки, изменение центра тяжести, изменение внутричерепного давления. То есть весь вот этот вот терапевтический набор, который такими сполохами мерцательными проявляется, в общем-то, в начале, или это могут быть признаки вегетососудистой дистонии по смешанному типу, это могут быть проблемы, то, что вот вы обозначили как усталость и необходимость прилечь. Это связано с чистой физической необходимостью. Мы получаем первый прием пищи, у нас тенденция к опусканию желудка, желудок начинает уходить вниз, и в буквальном смысле, что он с нами делает? Посмотрите на меня. И что вы видите? Согбенность. Согбенность. Пянет вниз. Совершенно верно. Меня начинает сгибать. Меня начинает сгибать. Я начинаю вольно-невольно принимать форму эмбриона. Вы видели где-нибудь, так сказать, гомоэректикус эмбрионикус? Не видели вы нигде, как эмбрионикус себя ведет? Он лежит себе тихо, спокойно, в маточке. И в данном контексте на диванчике. Понимаете? Только я понимаю, что сейчас многим мужчинам я открываю, так сказать, доступ, свободный доступ в диванные войска. Понимаете? Своеобразная синякура. Жена подходит, а он лежит на диване. А что ты лежишь на диване? А профессор сказал, что у меня опущение желудка. А вдруг завтра война? А я должен быть в форме. Понимаете? У нас же великий, могучий русский народ. Он же из всякого вот этого положения найдет такой выхер-захер, понимаете? Что ни одна овощная база, ни одна овощная культура, так сказать, этого не переживет. Поэтому... И вывод. Вывод, надо с этим сразу начинать. Если у вас хотя бы 2-3 раза появилось такое состояние, это признаки опущения желудка, это признаки недостаточности фермента, начиная со стороны ферментозации, ферментности уже лизоцима, уже, так сказать, амилазы, которые у нас находятся в свинне. Это у нас недостаток паращитовидных гормонов, это у нас недостаток нашего связочного аппарата. Значит, уже здесь у нас справа и слева сформировались какие-то условия для этого. Быстренько дуть на УЗИ исследования печени, желчного делительных протоков и... Определять состояние гепатобилярной системы и последовательно принимать соответствующие решения. Так точно, да. То есть, это важный момент защиты вашей собственной, на что вы должны обращать внимание. И вот этот признак, он достаточно серьезен, поэтому не пропускайте его. Больше таких признаков, на которые стоит обращать внимание, которые свидетельствуют о системном нарушении обмена, которые могут приводить к развитию онкологических заболеваний. Какие причины существуют для того, чтобы все-таки онкологические заболевания развивались в нашем организме. Внешние, внутренние, там вот целые списки мы с вами рассмотрим и на ближайшем вебинаре, и рассмотрим с точки зрения того, как эти причины мы с вами можем нейтрализовать, какие-то обойти, какие-то, ну, значительно снизить их влияние на вашу жизнь, на ваше здоровье. И таким образом, как говорится, превратиться в те самые умные и остроумные колобки, которые, вот как от всех онкологических заболеваний, там, и от бабушки ушел, и от дедушки, и от всяких неприятных для себя моментов. Поэтому, конечно же, будем демонстрировать упражнения без кислородной гимнастики, которые помогут изменить качество крови. С крови, конечно же, начинаются многие-многие процессы онкологические, с изменения формулы качества крови. И мы с вами будем разбираться, как мы сможем с вами повлиять на эти процессы самостоятельно, какие нужно предпринимать действия. Максимально безопасные, максимально надежные, максимально возможные действия, которые вы можете совершать собственными руками. Ну и, конечно, хотим вам сказать о том, что мы с Виктором Владиленовичем готовим новую восстановительную программу под названием «Ядро здоровья. Онкологии нет». То есть мы решили сформировать мощный заградительный щит, научить вас, каким образом этого можно добиваться своими собственными руками. Такую программу мы формируем, и скоро более подробно вам о ней расскажем. И приглашаем вас записаться сразу же, не откладывая в предварительный список, когда вы сможете получить эту программу на самых выгодных, самых потрясающих условиях. А вы знаете, те, кто у нас действует первыми, всегда получают от нас большое количество подарков, бонусов, бонусных эфиров, и участвуют в различных конкурсах, и имеют гораздо больше возможностей для того, чтобы помочь своему здоровью, чтобы чувствовать себя активно, бодро, защитить от развития хронических заболеваний. Да, еще один будет немаловажный момент, о котором мы будем говорить. Вот в рамках наших бесед защиты от онкологии, это личный код онкобезопасности. Конечно, мы все пришли с разной генетикой в этот мир, и у нас разные исходные ситуации, и генетические, и те условия, в которых мы живем, которые же обязательно же на нас воздействуют, и мы будем с вами говорить о том, каковы могут быть различные подходы к решению персональной защиты от новообразований, от онкологии. Будем подробно говорить о различных признаках, которые вы можете, за которыми вы можете самостоятельно наблюдать, и вот насколько эти признаки изменяются, вы можете делать вывод, или приближается ситуация к онкологии, или она, наоборот, от вас подальше уходит, отдаляется, так скажем. Поэтому регистрируйтесь обязательно в предварительный список. Предусмотрена серия важнейших вебинаров, и вы, уважаемые участники, можете также являться авторами и соавторами этих вебинаров, этих тем. И вот, пожалуйста, конечно же, будем просить вас написать нам, что в теме онкологии для вас наиболее остро, наиболее актуально, наиболее востребовано, что бы вы хотели узнать больше всего на эту тему. И, конечно же, будем вас ждать на наших занятиях в эфире, с упражнениями, с тестами. В общем, будем готовиться серьезно к тому, что бы онкологии мы сказали решительное нет. Ссылка регистрации находится в описании под этим видео, и в закрепленном комментарии. Поэтому, пожалуйста, регистрируйтесь, будем с вами взаимодействовать, будем вам помогать, ну и, конечно же, ждем ваши комментарии. И еще один момент. Мы, клиника восстановительной медицины академиков Картавенко, принимаем ваши звонки, пожалуйста, если у вас есть острые вопросы, которые вы никак вам не удается разрешить. Сейчас на экране появится номер телефона. Это номер телефона для бесплатных звонков по России. Если вы хотите связаться с нами из-за рубежа, у вас будет отдельная возможность. Вы просто перейдете в описании к этому ролику, и вот там найдете возможные другие способы связи с нами, с нашими специалистами, которые вам могут помочь. Поэтому милости просим, ждем ваши комментарии, ожидаем большое количество регистраций. Тема, конечно, серьезная, актуальная. На сим позвольте с вами попрощаться. До скорых встреч. И традиционно будьте здоровы и берегите себя. И помните, пожалуйста, о том, что наши встречи с вами дают вам тот самый инструмент руки, который спас уже огромное количество человеческих жизней и человеческих судеб. Будьте здоровы. Всего вам доброго.